Прокатиться с ветерком сначала по крутой горке, а потом в машине скорой помощи. За новогодние каникулы почти 80 самарцев обратились к медикам за помощью после веселых спусков со склона на площади Славы. Для студента Андрея Таврина праздничные гуляния здесь тоже закончились не очень весело. Поначалу вроде ничего, катался нормально, а потом пару раз упал. Все-таки это, у меня рассечение было. Но мне потом еще прилагали сюда прийти покататься, я уже не пошел. Еще до Нового года городские власти расставили на склоне таблички с надписями, призывающими родителей не пускать сюда детей. Самарцы обрадовались такому подарку и использовали таблички, как санки-ледянки. На днях здесь установили еще 18 аншлагов и обвязали их оградительными лентами. Кроме того, полицейские и дружинники устраивают рейды, проводят профилактические беседы с любителями адреналина. Такие развлечения не только травмоопасны, они наносят вред городу. Весной весь склон оказывается распахан, и перевести его в обычный цветущий вид стоит огромных трудов. Есть и горнолыжный комплекс у нас на Красной Глинке, и склон горнолыжный комплекс в Малой Царевщине. Поэтому достаточно мест оборудованных, безопасных, где есть инструктор, где есть скорая помощь. Поэтому я бы советовал лучше экстремным там заниматься, а здесь оставить, так скажем, хороший склон до весны, чтобы он нас радовал глаз весной. Запретить катание на законодательном уровне нельзя. Остается только призывать людей к разуму. И это возымело эффект. На минувших выходных не было ни одного несчастного случая. Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИС, События.